Сегодня мы поговорим с вами про помылки нашего мысления, альбо когнитивные скажения. Помылки мысления з'являются неадъемной часткой нашего життя. И они могут возникать в любой области, нехай это будут особистые отношения, политика или финансы. На жаль, наш мозг не завсюду працует рационально, что приводит до разных помылок. Некоторые из этих помылок мысления могут привести до небеспечных наступствов. Гэтым активно користается пропаганда, политехнологи и разные аферисты. Тому важно хотя бы крышечку у гэтым разбираться. Одной из самых распавчудженных помылок мысления з'является эффект подсверджения. Гэт отбывается, когда мы принимаем только те факты, те доказы, которые подтверждают наши уже сформованные переконания, а игноруем все, что им не отповедает. Например, начальник, который имеет передозятые погляды до некого со своих сотрудников, может смотреть и заважать только его недохопы, не заважающие его достижения и успехи. Ну, альбо человек, который верит в некую конспирологическую теорию, заседу будет шукать и запоминать только ту информацию, которая подтверждает эту теорию, и будет игноровать те отхилять факты, которые этому не отповедают. Так само иснуе черно-белое мысление. Мы с вами схильные до крайних меркованьях и робим в основы без улику промежковых оттенев. Наш мозг любит делить свет на добрых и дренных, не заважающий, что рычаисность часто на шмат складаний. Мы схильные бачить нечто геройское у своих добрых и улучать нечто злое у чужих дренных. Наступное когнитивное скажение – это эффект наявности. Мы меркуем обвергуденности некой падеи на основе того, на кольки легкое нам вспомнить приклады этой падеи из минулого. Когда часто трапляются нам на очи новины, например, про злочинство в нашем городе, то можно поверить в то, что ты живешь в самом криминальном районе. Так само туда можно отнести разные забабоны, поверья и расповеды собров. Каб позбегнуть помылок мыслення, необходимо развивать критичное мыслення. Критичное мыслення – это возможность разважать и анализовать информацию первым, чем делать какую-нибудь основу. Надо проверять факты, шукать доказы и анализовать их. А так само уличовать контекст и перед историей. Супротивляйтесь фейкам и пропаганде. Бережите себе и свою святость. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!